Переяславский курень, который стоял у боковых ворот осаждённого города, ночью перепился. Подошедшие поляки застали его врасплох, многих убили, многих взяли в плен и успели скрыться в городе до того, как на выручку подошли другие курени. Тарас Бульба не мог найти Андрея и уже думал, что он убит. Но еврей Янкель, успевший во время утренней стычки проскочить в Дубно и выйти обратно, рассказал ему – он видел его сына в городе. Еврей уже знал, что Андрей влюбился в Воеводину дочку, перешёл на сторону поляков и стал у них важным рыцарем. Янкелю Андрей велел передать запорожцам – они уже ему не братья, а отец не отец. Чтобы отомстить полякам за гибель товарищей, казаки устроили атаку на город. Насмешками и издевательствами они выманили врага из-за стен в поле и здесь нанесли ему страшный урон. В этом бою погиб атаман Уманского куреня, и на его место казаками был выбран сын Бульбы Остап.